Мне на работу в понедельник, а тебе? И мне на работу в понедельник. А хочется на море, к солнцу, на пляж. Это всегда хорошо, особенно зимой. Потому что вырваться из холода и серости, которые сейчас, вот яркий плюс 30, это вообще, мне кажется, идеально. Правда же? Ну, не знаю. Но хотя бы на несколько дней, чтобы почувствовать прилив сил и зарядиться энергией отдохнуть. Ну вот эндокринологи предупреждают, что такие путешествия могут быть вредны для здоровья. Это касается людей с гиперфункцией щитовидной железы. Именно она помогает организму приспосабливаться к смене климата для перехода зимнего режима на летний. И наоборот, ей нужно несколько месяцев. И резко она это сделать не может. Ну, давайте разберёмся. К нам присоединяется директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент Диандран Екатерина Трошина. Екатерина Анатольевна, доброе утро. Доброе утро, Екатерина Анатольевна. Доброе утро. Ну, действительно, вы скажите нам, всё-таки же щитовидка-щитовидки розни, и, наверное, каждому человеку по-разному приходится перестраиваться при смене климата. Ой, вы знаете, щитовидную железу не зря называют маленьким органом с огромным значением. Щитовидная железа действительно регулирует все обменные процессы в человеческом организме. И щитовидная железа отвечает за адаптацию, в том числе за адаптацию к стрессам. И, казалось бы, мы сегодня обсуждаем хорошие перспективы. Море, пляж, солнце, отдых. Причём же тут стресса, да? Но вот эта вот резкая смена климата, которая иногда сопровождает очень хороший планируемый отпуск, может стать существенным стрессом для щитовидной железы. И заболевания щитовидной железы могут провоцироваться вот этим вот стрессом, который связан с резким переменом климата. Но может быть, всё-таки ничего страшного? Или всё же есть люди, которым действительно строго противопоказаны такие путешествия из зимы в лето? Я не могу сказать, что здесь есть некая строгость, да? Должна быть разумная осторожность. В первую очередь, эта осторожность должна сопровождать людей, которые имеют заболевания щитовидной железы, которые уже знают, что что-то не в порядке. Есть определённые группы людей, которым, в принципе, не показана резкая смена климата. Кто это такие? Это люди старших возрастных групп, это маленькие дети, это беременные женщины. А есть ли какие-то профилактические меры, которые можно предпринять перед поездкой? Ну, если уж она всё-таки состоится, но не выдержал человек, но зима длинная, хочется к солнцу. Конечно, к солнцу можно и нужно выезжать. Солнце – это прекрасно, но профилактика – это такая вот ситуация, которая должна быть постоянной, понимаете? Нельзя вот взять, защитить себя быстро и быстро не получить проблему. В отношении щитовидной железы самая главная профилактика – это на регулярной основе употребление в питание и одированной соли. Накануне отпуска надо постараться предшествующую ему хотя бы одну неделю вести менее активный образ жизни с точки зрения интенсификации своей работы. Мы все устроены так, что если нам предстоит отпуск, мы стараемся, по сути, сделать всё для того, чтобы потом уехать и спокойно отдыхать. Но надо начать расслабляться где-то за неделю до отпуска. А всё-таки есть ли же что-нибудь хорошее от такого отдыха, какие-то бонусы получат наш организм от отпуска, когда мы едем из зимы в лето? Да, если считаете, всё хорошо. Безусловно, конечно, бонусы организм получит, потому что отпуск, солнце, море и тепло – это удовольствие. А когда человек испытывает удовольствие, у него начинают тут же вырабатываться гормоны удовольствия, их множество. Они помогают предотвратить многие болезни, они повышают сопротивляемость к инфекционным заболеваниям. Это витамин D, который называют солнечным витамином, витамином солнца. Он естественным образом вырабатывается в организме человека, когда человек оказывается на солнце. Значит, всё-таки можно ехать отдыхать летом, из зимы в лето, только осторожно. Заказывай билет. О правильном отдыхе рассказала замдиректора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава, директор Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина. Хорошего дня!